приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира и добра вам благодарим вас за пожелание в наш адрес и за вопросы которые вы присылаете нам и сегодняшнее видео это ответ на вопросы о водорастворимых удобрениях тема очень актуальная нынче в магазинах очень большое количество различных удобрений и вот какие особенности у этих удобрений спрашиваете вы почему нельзя смешивать разные удобрения какая должна быть вода для приготовления раствора давайте будем разбираться сначала назовем основные группы водорастворимых удобрений это те удобрения с которых готовятся с которыми готовятся вот эти растворы для внесения в почву какие-то и также для опрыскивания по листьям обычно вне корневая это по листьям чаще всего используется вот с этими удобрениями и так вот такая первая группа она наиболее распространенная и вы часто именно ее представители этой группы вспоминаете и пишите мне так вот это первая группа водорастворимых удобрений называется сульфатная эти удобрения изготавливаются с помощью или на основе серной кислоты назовем их это сульфат калия сульфат магния сульфат железа его еще называют железный купорос далее сульфат меди также известный медный купорос всем а также сульфат цинка сульфат марганца вот это такая сульфатная группа вторая группа азотно кислая эти удобрения производятся на основе азотной кислоты давайте назовем и эти удобрения это нитрат аммония то есть известная всем аммиачная селитра далее нитрат кальция вот это кальциевая селитра которую мы используем для того чтобы запустить процесс жизнедеятельности внутри наших помидоров вот сейчас и не только помидоров перца баклажанов и так кальциевая селитра это нитрат кальция далее нитрат магния магниевая селитра нитрат калия калиевая селитра вот это такая вторая азотно кислая группа третья группа это фосфорно кислая она производится на основе ортофосфорной кислоты и это всем известный монокалий фосфат еще одна группа 4 это хелатные удобрения на основе органических кислот но всем известен хелат железа далее хелат меди хелат цинка и хелат марганца но и сейчас очень популярная целая группа различных комплексных удобрений надо изучать смотреть сколько там чего в каком процентном соотношении но и уже выбирать то что вам подходит для приготовления вот эффективного раствора нужно использовать воду естественно нужно знать какой пиаш у этой воды это вот ответ на следующий вопрос так вот для эффективного раствора для того чтобы он хорошо работал и нормально растворились удобрения должно быть пиаш 5 с половиной от пяти с половиной до 6 с половиной единиц если же вода соленая это очень часто сейчас то при смешивании этой воды с удобрениями различные вот те группы которые мы называли начинаются химические реакции особенно сульфатная группа поэтому такую воду использовать для приготовления раствора нельзя вот соленую помните проверяйте знаете какая у вас вода запомните хороший эффективный раствор при пиаш от пяти с половиной единиц до шести с половиной а теперь о смешивании выше названных удобрений удобрения вот этой первой сульфатной группы можно смешивать друг с другом а вот удобрения нитратной группы также можно свешивать смешивать между собой то есть внутри этой группы удобрения смешивается а вот монокалий фосфат можно смешивать с сульфатными и азотно кислыми удобрениями кроме нитрата кальция обязательно где-то себе заметку нельзя монокалий фосфат соединять смешивать с нитратом кальция самое проблемное удобрение это кальциевая селитра вот это удобрение нельзя соединять с другими удобрениями так как происходит реакция и образовываются абсолютно новые соединения которые даже опасны для растений они не принесут пользу поэтому готовьте раствор с кальциевой селитры отдельно и опрыскивайте ваши растения здесь нужно именно опрыскивание по листьям новые побеги для того чтобы сразу же оно подействовало потому что оно если поливать под корень тоже вопрос был если полить развести кальциевую селитру будет ли эффект нет ну просто напросто не поддается к новым частям наросшим вот наших растений мы кстати раньше использовали некоторые удобрения из вышеназванных групп но после операции в 2011 году мои органы пищеварения перестали воспринимать овощи и фрукты выращенные с помощью таких удобрений мне было очень плохо и я не смогла употреблять такие овощи я даже ощущаю их сейчас увидев и даже нанюх их сразу же ощущаю вот эти удобрения и вот мы стали искать такие удобрения которые производятся без помощи вот этих кислот и нашли вот эти удобрения новые нанотехнологии без использования различных кислот вот приготовление этих удобрений происходит с помощью тока высокого напряжения без кислот это экологически чистые жидкие органические удобрения которые производят предприятия минералис украина но так как не у всех есть доступ к таким удобрениям прошу вас если вы какие-то удобрения с выше названных групп используйте не нарушайте инструкции тех удобрений которые вы покупаете внимательно знакомьтесь читайте изучайте в основе мы чаще всего многие используют зеленое удобрение бродилку так называемую используйте органику используйте но вот для полноценного питания можно добавлять еще специальное удобрение и вы уже в этом убедились все как будто бы остановилась не растет нужен толчок кальциевая селитра бор или ворная кислота а также другие вот эти важные элементы питания которые помогут получить урожай но все всегда нужно использовать в меру это всегда помните мы ответили на новые вопросы касающиеся различных удобрений теперь вы уже знаете какие группы что чем можно смешивать что нельзя и какая вода нужна для того чтобы приготовить вот эти растворы питательные растворы для растений ну а мы авторы канала раиса греченко александр волик на этом завершаем наш сегодняшний выпуск прощаемся с вами всего-навсего до нового видео всем здравия здравия вашим растениям чистой земли чистой воды и витаминных плодов и ягод для вашего крепкого здоровья что ж пока пока до новых встреч пока